здравствуйте дорогие друзья видео будет довольно длинная но тем не менее вы видите название должна быть перспектива при изучении языка программирования у python и kotlin есть перспектива точно ребят возможно кто-то с новичков вообще кто первый раз попал на канал смотрит это видео вам она поможет задуматься потому что я буду рассуждать как бы отвечать на вопросы да вот как думает новичок и как бы куда вот повернуть мысли чтобы над чем подумать да и конечно вы примете правильное решение это не будет видео убеждение это просто я констатирую какие-то вещи время от времени я для себя делаю такие вот ремарки на чем буду работать следующие несколько месяцев значит сосмотрите прежде чем перейти к самим этим ремаркам для тех кто только начал с этого видео познакомлю есть школа поэтому жанга идет с 2013 года на сайта школы уже но точно наверно более 14 суток видео уроков значится для вас сайт будет вот так выглядеть здесь рекомендуется прочитать как правильно изучать жанга хотите стать программистом читайте то есть здесь собраны материалом которыми стоит задуматься о о многих вещах есть котлин язык программирования в школе я рекомендую это мы затронем изучать два языка я объясню почему есть сейчас я себе вбил план все-таки дописать как создавать социальные сети от сайта делал по принципу социальной сети и сейчас я это все-таки видео допишу здесь у нас есть такие вещи как участники здесь есть вещи подписка добавление записи кроме записи может быть все что угодно рассказать нечто там добавить так далее так далее есть поэтому for android библиотека киви сама по себе очень мощная библиотека но когда вы столкнетесь то есть я работал с киви и сейчас я продолжаю работать для школы то есть чтобы люди лучше понимали объектно-ориентированное программирование с киви но предпочитаю делать сейчас уже пришел к киви я делал изучал для чего для того чтобы понять для себя а буду я работать с мобильными приложениями или нет и когда понял что буду конечно все лучше делать в android studio это удобно на языке программирования котлин а уже серверную часть на python это мое мнение далее ну есть сайт для новичков совсем все эти сайты допустим на спб получает человек когда идет акции много подарков это сайт 2013 года он актуален сейчас почему потому что здесь курс для совсем новичков по python 3 сколько будет актуален python 3 столько будет актуален актуально эти уроки то есть здесь уроки написать таким образом что понимают дети шести лет ну и другое в школе посмотрите все построено от простого к сложному ладно вот смотрите сначала надо понимать самый вопрос как правило я наблюдаю уже в течение многих лет когда приходит человек приходит много людей учиться и сейчас секунду и как правило это очень нормальная реакция но что как правило я слышу от людей я хочу написать сайт до написать сайт или там мне нравится работать с графическими интерфейсами ребят понимаете это . входа вы совершенно не можете знать что вы будете делать завтра вот именно на этот вопрос я и хочу ответить почему потому что зачастую люди вот новичок да я вспоминаю себя 2009 году ты думаешь а какой язык изучать хотя я много на этот вопрос отвечаю и здесь будет ссылка на видео к такому очень простому то там может тогда я писал это видео я только прочитал книгу лучше что можно сделать на поэтому сегодня я скажу что все это правда да там целых девяносто две тысячи просмотров очень просто а поэтому так вот смотрите человек как правило говорит я хочу написать сайта мне нравится работа с графическим там интерфейсами и любое другое человек подбирает язык ребят через восемь лет я понял что язык подбирается дне под приложения язык подбирается под рынок ну представьте что вот этот вот круг весь интернет да то есть подумайте 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 на такую вещь что такое рынок вот мы с вами возьмем данном понятии это некий сектор приложений то есть это некий сектор приложений ну например вот мобильные приложения в при этом я не беру в это сайт это могут быть сервисы это могут быть предоставление услуг те же хостинги на все это пишут люди это может быть какие-то онлайн игры все это в есть блокчейн который очень сильно вмешивается есть настольные приложения и вполне нормально когда новичок говорит я хочу написать ведь должна быть какая-то точка входа правильно у у человека у него как правило у нового человека у него куча вопросов нежели ответов потому что у него есть постоянно такие вопросы при этом эти вопросы меняются намного быстрее чем он мог бы себе придумать и это нормально то есть он постоянно думает а вот я выбрал язык а что можно на нем писать а будет ли он актуален а будет ли не потеряно времени а заработаю ли я денег и много много другого эти вопросы возникают и вот тогда человек он по крайней мере у него есть какой-то интерес и этот интерес начинает выражаться в чем-то конкретно ну попробовал человек понравились там графические программы как правило новичкам они нравятся но это неправильно сразу говорю потому что я всегда говорю если вы хотите быть вспоминайте что говорил билл гейтс нет страницы в интернет нет тебя веб надо изучать в первую очередь а уже графические программы конечно делайте кому нравится но совместно с веб хотя и скоро для вас с графическими программами это вопрос будет решен при помощи блокчейна то есть практически все программы могут занять одинаковые ниши и будут полностью монетизированы и когда происходит это я взял два пункта не некое знакомство с языком тогда человек начинает почему-то выбирать язык именно под свою цель но если сейчас спуститься вот на эту схему на сам рынок то конечно же ребят новичок об этом даже не может думать он сегодня с большими глазами только думает ой как бы изучить хотя бы один язык ой и эти эти вопросы преследуют его вы знаете что самое страшное самое страшное в этом когда человек не может определиться с языком а не может почему потому что у него пока нет опыта он не видел как это работает то это тот фактор который его постоянно тормозит потому что он постоянно кроме изучения чего он там начал он какого языка начал он постоянно отвлекается на поиски других языков и так далее и так далее давайте поставим надо в этом точку ребят вот смотрите языков более двух тысяч первое место всегда занимал и занимает до сих пор это джава вверху всегда держится python ребят первое запомните простое правило чтобы вы не открыли допустим блокчейн python запомните все что в интернете может делаться либо когда-нибудь делалось это игры веб все что угодно все реализовано также и на python поэтому поэтому python это палочка выручалочка он с одной стороны прост но с другой стороны это настолько мощный инструмент который имеет огромное количество библиотек на все случаи жизни то есть имея python что такое вот сказать это то что надо каждый день это воздух это еда вот с этим можно сравнить сравнить язык программирования python то есть когда у вас есть надо что-то написать и надо это сделать быстро это на ежедневно вы делаете это на python и это будет работать всегда то есть даже вот сейчас вот блокчейн потихонечку растет растет мы уже находим и библиотеки то есть это работает с python сейчас я расскажу о своих планах если мы посмотрим на все вот эти четыре рынка то когда пройдет несколько лет после изучения вот как у меня да уже прошло практически в 2009 году я начал сегодня я могу сказать я ни разу не пожалел что я начал с изучения python и сегодня и сегодня я продолжаю углубляться в нем но есть одно но ребята нельзя заостряться только на одном языке на сегодняшний день мало одного языка почему посмотрите на рынок отцепитесь от того что вы сегодня решили сделать там пусть это у вас будет сайт изучить какую-то библиотеку ребят это задача на сегодня она для вас актуальна вы ее выполните и вам надо будет идти дальше а я вас сейчас попрошу посмотреть просто на рынок посмотрите мое поколение то есть те кто родился там из 1970 по 1980 воспринимали именно веб именно настольный компьютер потому что это наше после двухтысячных пошло пока пошли поколения которые в принципе сегодня сидят в мобилах то есть развивается мобильный интернет посмотрите телевизор все что в жизни происходит и если хоть чуть-чуть значимо рано или поздно это превращается в мобильное приложение и мы себе скажем то есть вы готовы проигнорировать мобильный рынок в мобильный интернет вот что я вам говорю у меня было несколько шагов сегодня я уже четко определился и в школе мы работаем с языком программирования Kotlin он простой Kotlin это тот же Java только по принципу Python все операции которых много в Java Kotlin делает автоматом он официальный язык и давайте посмотрим сравнить очень просто справа код на Kotlin все то же самое написано Java слева до 40 строк и одна строка разница абсолютно большая при этом уже пошел тот период в школе что мы работаем с Kotlin потом ребятам сказал что работаем с Android Studio Android Studio этим и отличается почему я начал работать с Android Studio то есть ранее я работал с Kiwi но в Kiwi самые простые вещи те же шаблоны надо было писать вручную что отнимало огромное количество времени при этом я не так не видел хотя библиотека сама по себе очень классная но на ней еще работать и работать и все таки среда имеет значение имеет значение большое в мобильном мире это конечно же и скорость поэтому когда мы можем делать все практически в той же Android Studio да мы большую часть времени сразу в HML мы делаем по сути дела вот как здесь просто-напросто тягаем кнопочки и все то есть в визуальном режиме в Kiwi все это надо было бы прописывать но при этом это же тоже время это тоже ошибки при этом сразу в Android Studio четко закладывает с какой по какую какая будет минимальная поставил там допустим Android 4 минимальная она будет с четвертой Android работать по там седьмую сейчас и по любую другую которая выше очень много вещей то есть по сути дела изучая Kotlin из Android Studio я сосредотачиваюсь только на самом коде и теперь еще несколько месяцев назад когда я долго присматривался к Kotlin но потом когда увидел что вот есть две тысячи языков представьте ребят и многие из них в забвении а Kotlin в первый год выскочил на 60 место ребят извините это меня прорыв язык который с первого года с первого года начали использовать большие компании сразу вот вот есть язык и они погнали то есть Evernote то есть многие компании которые сразу начали использовать ничего удивительного ведь написали этот язык ребята которые съели собаку на этом то есть ребята JetBrains которые в принципе разрабатывают программное обеспечение на языке программирования Java и вот та же Android Studio то есть Google взяла для себя именно Intelish платформу от JetBrains и на ней уже сделала бесплатную Android Studio но ребят именно а кому как не этим ребятам понимать а чтобы можно было в Java сделать попроще и они написали Kotlin из первых шагов Kotlin включен в официальную в официальное то есть он официальный язык Android Studio Kotlin пожалуйста пиши на плюсах но на плюсах это конечно самоубийство писать вот быстрота работы как Java при этом Kotlin можно перегнать Java Java в Kotlin я говорю о чего да это Android Studio но если вам надо будет приложение для EOS то есть вы подключите билетику Java и получите ваше Android приложение для EOS да поняли так вот ребят вот смотрите то есть когда я себе когда я это понял это понимая через много лет я понял что мобильными приложениями я буду заниматься серьезно потому что этого требует поколение хотя сам я телефоном практически не пользуюсь я не сижу в нем в интернете мне он интересен как телефон и носит его жена к сожалению к счастью потому что мне он натягивает телефон единственное я знаю когда мы где-то там разбегаемся по магазинам она мне его сует потом она мы сошлись я ее я отдаю обратно но тем не менее разрабатывать приложение мне интересно и вот в школе я сейчас заострю внимание прежде чем мы пойдем да дальше на правильное выполнение домашних заданий вот молодец Сергей Асачи кстати вот он и начал писать как раз на двух языках Python и Kotlin и домашние задания даются таким образом чтобы это расширяло материал то есть мы например изучаем Kotlin да Kotlin и человек вот смотрю выкладывает домашние задания то есть даже видео записал кстати очень хорошее видео разъяснил как далее вот все домашние задания я вижу вот это вот это называется поработал то есть вот был язык а что такое вот такое свойство и вот полные ответы вот тогда идет действительно знание вот это один человек раз два три четыре пять шесть семь восемь девять больше десяти ответов то я писал вот вот пожалуйста не изменяем перемены которая называется то есть все разъяснил было домашнее задание рассказать своими словами чтобы человек понимал и вот допустим написали мы эту первую программу какая цель для меня стояла ну чтобы научиться получать ссылки то есть грубо говоря знать где кнопка расположена будете изучать поймете но самое интересное вот это я называю человек выполнил вот вам и ответ почему он пишет на двух языках все пропускает через практику через практику 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 и практику поняли да теперь теперь ребята я бы хотел все таки еще две вещи сказать я говорил много о Котлин прежде чем я перейду к третьей части давайте давайте сейчас я вам задам вопрос смотрите а подумайте не думайте на сейчас подумайте на ближайшие пять десять лет если вы читали читаете часто в интернете то многие программисты семидесятых годов и этих статей много поищите остались за бортом сегодня то на чем они работали это не актуально ребята я буду произносить слово важно важно это по крайней мере значит подумать над этим да вот проговорить при себя подумать варианты я у вас спрашиваю вопрос это сейчас важно вы хотите быть в струе абсолютно верно каждый программист хочет быть в струе тогда рассматривайте при изучении языка на рынке то есть возьмите по крайней мере мобильный рынок и веб рынок можете взять настольный но самое главное мы видим по сути дела три рынка можно ли мобильные приложения писать на python да можно но я вам пояснил что лучше на kotlin потому что все таки там имеет очень большое значение скорость kotlin прост веб ребята извините ну вот сегодня instagram написано серверная часть на джанго python то есть и на инстаграме весь мир я многие языки делают но лучше и удобней python при написании серверной части на сегодня нет не знаю кто-то может со мной согласиться кто-то нет это просто это понятно по сути дела вот пришли вы в школу допустим изучили джанго что вы думаете вы просто джанго изучили джанго это просто фреймворк то есть заготовки но на нем можно написать и сайт и серверную часть и игру и веб-приложение и все что угодно то есть у вас огромный инструмент в руках при этом инструмент отточен многая большая команда работает над уязвимостями постоянно то есть он надежен самый надежный инструмент на сегодня это джанго да то есть это по вообще-то не мое признание это по признанию яндексом просто круче и мощнее на сегодняшний день нету да а над ним работают при этом он очень большой там много всего все что угодно можно делать я джанго изучаю уже с 2013 года много лет меня ругают за мои сайты ребят ну моя основная задача донести суть я не дизайнер я понимаю что где-то может он не так выглядит современным наверное когда-то я доберусь но мне главное чтобы вы вы будете делать красивое а я суть буду объяснять так вот получается что python в принципе это тот язык который с которым мы можем сделать основное это все-таки рассчитан на него это главное это серверная часть теперь подумайте хорошо давайте заглянем еще немножко в будущее почему я вам говорю котлин здесь есть несколько причин и это важно ребята я прошу вас над этим задуматься первая важная вещь ребят на сегодняшний день современный программист не может обойтись одним языком много языков тоже не надо так что же делать а в первую очередь самый грамотный ответ это ответить для себя по категориям рынков а куда вы будете двигаться да я вам говорил я не соврал что когда вы говорите я хочу написать конкретно сайт это желание на сейчас завтра изучив тот же python вы будете использовать десятки библиотек и будете писать совершенно разные вещи возможно вообще будете там с видеокамерой с машинным обучением работать вы не знаете потому что это как дорога ночью вот вы едете фары вырывают свет вот так же новознание выворачивается вам становится интересно и вдруг вы себя обнаруживаете боже мой мне интересно оказывается вообще машинное обучение поэтому вас дорога приведет но ясно одно по крайней мере на сегодняшний день и походу вы будете постоянно задавать вопрос а какое направление вот я для себя выбрал это я понимаю я понимаю а какие вопросы ставлю я понимаю ребят это новичок ставит вопрос мне интересно а я говорю так надо изучать то за что деньги платят и то что востребовано а интерес мне и так все интересно что в языке программирования и отвечаем себе на вопрос мобильный рынок сегодня человек практически родившись через пару лет он через каждые 6 минут заглядывает в смартфон и эти поколения будут только множиться так что я буду этот рынок упускать ни в коем случае поэтому мобильный рынок я буду изучать и начал изучать серьезно именно в школе уже очень подробно и язык то есть котлин второе веб веб и все с ним связано это может быть не только сайт это игра но все что связано с сервером здесь лучше python нету настольные настольные здесь удобно делать на python допустим библиотека пайк т очень многого для линукс я пользуюсь все сделано на пайк т очень многие вещи то есть это скорость плюсов да два плюса то есть это c плюс плюс да я то c плюс плюс то c плюс плюс поэтому не обращайте внимание это моя дурная привычка получаете а теперь возьмите блокчейн все таки давайте еще заглянем в будущее будущее это децентрализованные приложения которые вообще не имеют сервера то есть по сути дела это распределенная база данных блокчейн при этом сейчас рынок развивается в двух направлениях первое направление это криптовалюта крипто да тот же биткоин эфир и так далее а второе направление это сами приложения децентрализованные так вот в школе я для себя определил цель куда я буду идти сам и куда я буду увлекать за собой школу чтобы в конце концов сервера и так мы чтобы мы делали приложения пришли к децентрализованным приложениям то есть приложениям на основе блокчейн блокчейн а теперь помните я сказал что скоро будет возможность вообще все то есть смысл такой что при новое приложение будет иметь такую архитектуру да сейчас которая будет рождаться вот оно приложение и это неважно это мобильное приложение это веб приложение это настольная программа она будет иметь первую децентрализованную структуру то есть будет работать по технологии блокчейн распределенная база данных по пользователям вторую составляющую оно будет иметь криптовалюту то есть по сути дела пользователь сможет оплачивать просматривать создавать некие услуги при помощи криптовалюты это дает возможность и вам как разработчику стать действительно богатым и каждый пользователь сможет разбогатеть при этом при этом при этом приложение будет быстро распространяться и оно будет защищено и при этом работать на криптовалюте и при этом смотрите все все убирается вам не надо практически создавать сегодня как сегодня есть да там некие партнерские программы по сути дела будет достаточно создать валюту на основе той же блок биткоин то есть за минуты и включить его ваше приложение и все вам не надо не банк там все уже распределяется берите потом выводите вот вам деньги да при этом эти деньги все одинаковые во всем мире это круто а теперь давайте посмотрим по языкам если мы возьмем мобильный веб настольный блокчейн рынок да имеет ли тут жизнь python да имеет ребята все что не делается все все в интернете оно обязательно поэтому принимает участие второе если мы берем котлин то мы мобильные приложения делаем скотлин все если надо для мобильного приложения северная серверная часть то отлично здесь мы можем нам справиться python отлично справиться и так далее и так далее то есть по сути дела взяв эти два языка мы на самом деле берем себе перспективно три здесь еще добавляет java java так как котлин это java только он простой но всегда можно перегнать или использовать котлин и чистый java то есть по крайней мере для вас рождается перспектива что ваш язык и ваши усилия будут востребованы например до этого времени я к java 8 лет не мог себя столкнуть скотлин скотлин я начал уже быстро было написано первое приложение и в школе вот видите я показывал ребят уже объясняют то есть я объяснил так ребята вот изучили же язык нет смысла изучать язык ради языка а сразу в android студии начинаем делать это действительно перспективно то есть вы охватываете весь рынок и самое интересное я считаю что ставьте себе цель что вы будете стремиться ребята идти к к приложениям которые будут основаны на принципе блокчейн то есть децентрализованы это приложение однажды запущенное потом обретает свою жизнь и будет жить и жить тогда согласитесь появляется смысл я ответил на ваши вопросы ну и последнее мне осталось а еще очень важный момент знаете как я думал вернее я сейчас думаю что думал бы наверное восемь лет назад я сделал большую ошибку я не начал изучать второй язык я думал как сегодня думают многие новички тут хоть бы python выучить ребята на самом деле это было ошибкой мне прошло несколько лет потом я начал изучать котлин первый вообще мой язык был си да которым я ни разу не пользовался поэтому почти забыл так вот почему важно изучать два языка сегодня новичку давайте скажем некоторые критерии первое мы посмотрели на рынки то есть изучать надо язык который будет применяться если мы посмотрели на все то python точно будет применяться котлин будет приниматься в мобильных но заметьте котлин не джава котлин полностью подходит и для разработки сайтов и для и для оконных приложений почему потому что в котлин все то что не было джава все это устранено то есть это многопоточный мощный язык который в принципе вы имеете когда язык с динамической типизации статической как котлин это значит вы имеете джава то вы действительно программист высокого класса когда вы изучаете два языка ребята начинает происходить чудо да две трети времени отдавайте на python допустим да но котлин тоже изучаете почему потому что когда вы изучаете только один язык у вас не происходит полного понимания как это объяснить очень просто например когда я изучал помню в 2009 10 годах функции да ну функции функции я думал что вот они только такие бывают на самом деле есть функции там первого уровня есть совершенно разные и сегодня когда я много знаю о функциональном программировании вот допустим я залез в тот же gc да и посмотрел а что там есть функция а там функция первого порядка и мне сразу стало понятно как писать так вот эти все вопросы вы начинаете задавать когда вы начинаете работать языками те кто изучает python большая часть операций python делает за кулисами и мы не понимаем практически но когда мы начинаем изучать котлин язык со статической типизацией то мы хочешь не хочешь задаем себе вопрос вот такой то тип а какой тип это в python а что он делает а вот здесь функция в котлин а как это в python и у нас начинает работать мощнейшая вещь ребята у нас на разнице на разнице начинает работать мощнейшая вещь на разнице мы начинаем постоянно жить в процессе сравнения ребята это архиважно вспомните сравнение ведь наш мозг он работает на сравнениях холодно тепло жарко то есть холодно жарко твердо мягко когда идут сравнения у нас четко откладываются две позиции вот когда мы изучали только один язык программирования как я когда-то начинал с python мне не с чем было сравнить я просто принимал как факт это так но почему на вопрос почему я не мог себе ответить и это замедляло замедляло то есть постоянно оставались белые пятна когда я заметил что вот я здесь писал на сайте прочитаете на главной странице есть хотите стать программистом я описывал человек который начал писать через несколько месяцев на двух языках и если честно сказать ну тут доказывать ничего не надо в школе есть такая вещь потихонечку мы изучаем и очень углубленная ООП приболел немножко так вот расширенное изучение python это идет в группе да ну давайте посмотрим здесь много переписки и много кода но этот человек всего вот на тот момент когда было несколько месяцев он уже так вот на классах строчил то есть все это вполне реально я к чему хочу сказать что это отработало именно эта методика так вот когда вы начинаете изучать два языка особенно язык со статической типизацией с динамической у вас начинает на полную катушку работать сравнение то есть у вас мозг работает на полную катушку теперь важно ребята вы знаете что у таких людей снимается барьер то есть по сути дела изучая два языка вы рано или поздно будете себе задавать вопрос а вот тут как функция а там и в конце концов поймете что теперь вы способны изучить абсолютно любой язык и быстро взял и пиши потому что языки сходные ребята да я так я показывал ребятам когда по курсам котлин да но ведь я по ООП объяснял по котлин и по python потому что и котлин и python имеют много общего в ООП только записывается по-разному в курсах здесь есть и это уроки бесплатные можно там не все эти платные а по ООП там ООП простыми словами курс 17 на котлин ланг да то есть я рассказывал чтобы вообще для чайника понять что такое ООП там видео один из уроков по-моему на ютюбе так вот это важная вещь получается согласитесь не согласитесь а просто я вам заявляю что это важная вещь у вас снимается барьер и вы наконец-то себя готовите как многопрофильного программиста и вот уровень страха который был смотрите у вас поначалу уровень страха какой по сути дела по сути дела по сути дела вы думаете да что ой там вот поначалу у вас вам страшно вы говорите я боюсь я один язык но на самом деле когда вы изучаете вы вот постоянно и вот допустим прошло вот смотрите вот это важно важный момент может пройти год может пройти пять лет но вы практически можно да будете писать на python но вы будете как бы все равно слабый программист почему потому что программист все-таки должен легко разбираться бывает такой момент что надо использовать какую-то вещь с одного языка с другого но бывает и программист который программирует на любом языке разбирается моментально но я вам говорю ребята заложите это с первых шагов вот так и вот так будет идти вверх постоянно то есть начав изучать два языка вы уже разбиваете барьер и дальше уже будет работать какое правило будет работать правило что у вас будет просто необходимость при этом в любом случае изучаете вы или один язык или два или три временное изучение языка вот важно одного двух трех будет затрачено такое же как на один ну может быть чуть больше почему и это правда из наблюдения ребят школы да вы разбираетесь в python но посмотрели урок по python потом посмотрели по котлин поняли ага функция вот тут так записывается пять минут потратили комары есть твоя радость так при этом вы получили сравнение вы поняли суть но время практически да чуть больше но одно и то и то же но знание у вас совершенно другой уровень ребят если вы меня услышите то конечно это повезет кто-то будет бояться он придет к этому ну через пять шесть лет и подводим итог подводим итог первое подумайте о рынках подумайте о вот этой стратегии это будет правильная вещь тогда вы будете намного дальше ну и теперь осталось последнее что я хотел рассказать вот да на данный момент это вот в принципе плюс-минус то есть блокчейн мы видим везде в школе потихонечку начинается блокчейн блокчейн все-таки я начал именно с python хотя на солидности писал но когда я увидел что там на gc а разработчики эфира того же эфириума они сами 60 миллионов потеряли на этапе там создания эфириума а потом ничего не исправили отогнали назад и назвали эфир классик потому что gc это gc это обезьяна с гранатой для опытного разработчика на gc это да можно разобраться но для новичка пишущего на gc и вещи которые будут писаться именно с деньгами ребята это дуршлаг дуршлаг или как там правильно звать в общем грубо говоря это тарелка с дырками вот и все это всегда будет это не python поэтому но как я говорил есть привязки к python здесь дело хозяйское убеждать не буду я тоже крутился около солидности посмотрел но потом да язык урезанный но он сделан таким образом специально чтобы люди не напортачили но когда я увидел что есть привязки python но в python можем выражать все все таки я решил начать с python потому что это круче понятнее и проще а дальше человек выберет будет на gc или будет там на котлинг писать это неважно ну и дальше уже идет то что я говорю вот сейчас на восемнадцатый год что я буду делать в ближайшее время это продолжу работу в направлении жанга соцсетей блокчейн блокчейн я тут еще написал что конечно ооп будем углублять котлин в общем вот таким способом ну вы что-то тут остановили видео кто хотел прочитал вот так я сейчас сделаю спасибо ребят я надеюсь что это видео помогло как я сказал я сказал именно хотел сказать то что вы над этим просто подумайте у вас по крайней мере начнут бродить мысли и это можно самое интересное проверить на практике попробуйте и вы увидите насколько будет эффективен эффект двух языков путаница не будет если будете по порядку и тяжело только в начале а потом уже без разницы итак кто начал с этих уроков то рассказывал первичном школе spb-tut.ru ссылка в описании видео спасибо за доверие успехов все получится